Всем привет! Начинаю новый влог. Девочки, ко мне пришли мои заказики из Китая. Они, правда, шли долго, но наконец-то дошли. Я вам хочу показать, что я заказала. Во-первых, я заказала вот такую новенькую себе сумочку беленькую для лета. Вы знаете, сумка мне очень, честно говоря, понравилась. Во-первых, она очень такая вот мягкая. И самое главное, что в ней очень много карманов. Я посчитала здесь снаружи сколько? Семь карманов. Есть карманчики такие вот, как клапаном закрываются, и здесь вот на магнитике. Раз, и замагнитились. Вместительный карман, тут даже телефон может поместиться. Но я телефон не ношу в таких карманах. Потом на молнии еще два таких кармашка есть. Вот раз, два, три, четыре. С боков тоже кармашки есть такие вот на магнитике тоже закрываются. Очень вместительные. Очень я люблю, когда много карманов. Так. Раз, два, три, четыре, пять. С другой стороны шесть. С обратной стороны семь. Вот такой еще большой кармашек. Ну, тут вот точно телефончик может поместиться. Дальше открываем внутри. Здесь два отделения, каждый отдельно на молнии закрывается. Еще в одном отделении два таких кармашка. Ну, просто вот можно тоже так же телефончик внутрь вставить. Да, смотрите. Вот один, второй кармашек. Во втором отделении здесь есть молния. И тоже вот на молнии есть внутренний карманчик еще здесь. Вот. Тоже вместительный, глубокий. Там косметика может вся моя поместиться. Я лекарства еще ношу всякую разную, всячину. Так, что еще тут? Здесь еще есть длинный вот такой ремешок. Но его можно отстегнуть. Этот ремешок можно носить, если кто любит длинный ремешок. Но я с длинным ремешком не ношу. Я могу его легко отстегнуть и отложить в стороночку. Я на плече ношу сумку вот так, да? Ну, вот мне как раз эта длина вполне даже устраивает. Очень даже хорошо. Вот. В общем, короче говоря, девочки, сумка просто классная. Но вот это кожзаменитель, я понимаю, но он такой мягкий, не стоит колом. В общем, и она чисто белая сумка. Это как раз под белые одежды. И не только под белые одежды. Ну, у меня как раз босоножки беленького цвета. В общем, классная такая сумочка. В общем, она мне очень-очень нравится, мои хорошие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А еще я заказала обувь. Обувь в мешочке в таком. Можно хранить, если что. Девочки, вот такие симпатичные летние тапочки. Ну, это как, я не знаю, их можно как спортивную обувь носить. Видите, подошва такая прорезиненная. Они очень мягкие. Так, внутри что-то лежит у нас. Вот они очень такие мягкие, гибкие. В общем, классные. И здесь вот, я смотрю, здесь ткань, она дышащая. Но вот здесь вот ткань, она не тянется. А вот тут резиночка, резиночка тянется. Она очень гибкая. И, в общем, на ноге они сидят очень-очень удобно. Потом они идут размер в размер. Я заказала 41 на 41. Вот сейчас я одену и покажу вам. Кстати, такие вот тапочки можно назвать, да? Они есть разных расцветок. Есть голубенькие полосочки, есть серенькие. Там еще какие-то есть. В общем, можно выбирать любые. Девочки, на сайт я оставлю ссылочку в описании. И на каждое из этих изделий я тоже оставлю ссылочки. Вот на каждое из этих изделий. Ну, сейчас я эти тапочки померю. Они такие легкие, классные. Посмотрите, как они на мне сидят. Кукулям. Они такие легкие. Дмэй. Они такие легкие. красивая теперь да садись девочки ко мне кто в гости пришел сестричка пришла пироженки принесла мы с ней тут чаи гоняем да как дела скажи всем привет здрасте девочки вот редко-редко бывает ну пришла по делу кое-что из вещей моих взяла и подошло то что мне мало да вот ну и вот мы пироженки чаи гоняем и болтаем сидим да да всем доброе утро я пью кофе пока что только проснулась девочки вчера у меня в гостях была сестричка моя вот давно она у меня уже в гостях не было у меня тут много чего переменилось ну потому что не была в гостях потому что мы встречались либо у нее либо там либо сям как-то так на другой какой-то территории а тут я попросила ее чтобы она приехала посмотрела вещи какие-то чтобы выбрала себе в общем она выбрала себе все вещи забрала при том что нашли я она может что-то перешить на себя если там где-то размер немножко не совпадает но самое главное что это все из хороших тканей хорошие такие расцвет очки в общем ей понравилось все ну и потом у нее есть знакомые сотрудники кому она может что-то может быть отдать в общем все забрала посидели с ней попили чай с пирожными короче поболтали хорошо провели время вчера был очень насыщенный день такой я вчера сняла вопросы ответы которые сегодня уже опубликовала жду ваших комментариев вот не интересно что вы там не напишите какие комментарии пока что еще нет и что я сегодня собираюсь сделать вообще честно говоря на видно вчера просто был такой день и что я вот вчера много вложила энергии в этот день много сил не съемки были с утра полдня потом с сестрой время проводила в общем ничего то сегодня ничего не охота делать но я имею ввиду физически не ничего такого не хочется никаких уборок делать ничего на мне принципе все убрано все чистенько вот а приготовить ну приготовить я наверное сегодня хочу салате потому что у меня еще вот это рогу овощное с мясом осталось еще пока есть покушать а вот можно сказать мясное блюдо у меня есть поэтому при том что это рогу ну как бы знаете как и 1 2 заменяет в общем что я хочу я наверно салат хочу я так подумала какой салат хочу наверное я хочу оливье я сегодня хочу сделать оливье девочки но сильно оливье снимать не буду потому что вы уже знаете как я его делаю в принципе но немножечко сниму но для оливье мне нужно выйти в магазин мне там нужно прикупить еще сметанки колбаску в общем сейчас я пока поставлю варить картошку яйца это у меня есть соленые огурцы есть и все ну и насчет прогуляться по улице не знаю там ветерочек хотя вроде бы солнечно ну и как бы ветерочек прохладно дует не знаю удастся мне на этот раз снять прогулочку или нет ну посмотрим вчера я вам сняла обновочки которые мне пришли из китайского сайта нью-шик и там сумочка белая и вот эти вот кроссовочки но я хотела думала одеть их сегодня на улицу но пока у нас еще вот был дождь вчера у нас грязно поэтому кроссовочки эти но я их хочу носить не с джинсами а с бриджиками либо может с каким-то вот таким платьицам но сейчас еще прохладно и сумка белая но на мне под белые одежды это под летние одежды которые у меня есть сейчас тоже она мне пока еще на лето она на лето как бы да мы не сейчас она мне еще не подходит под одежду которые сейчас ношу все-таки еще пока на лето мы не перешли погода у нас такая прохладная хотя уже на этой неделе к концу недели уже жару обещают а зато очень сильно летит пух я вам сейчас покажу у меня перед окном висит такая большая ветка тополь вот такими грозьями там уже висит этот пух и вот эта маска как раз и киво сейчас хоть она и надоело ее носить но она кстати она закрывает лицо нос все это плохо который летит везде в глаза в нос в рот пойдемте посмотрим что на улице делается в окошко окно не открываю через стекло показываю видите пух летит как снег а здесь у меня просто ветви такие грозья пуха вообще очень много пуха сейчас у нас будет летать и летать он будет еще до конца июня еще целый месяц и это конечно жесть ну что девочки вышла я на улицу сходила в магазин прикупила продуктов на улице что-то солнышко спряталась и как-то ветерочек дует в общем нет никакого желания гулять просто сейчас поставить чуть-чуть подышу воздухом без маски потому что в магазин маски надо ходить вот и пойду сейчас готовить оливье кстати хочу вам сказать что у нас открыли непродовольственные товары я не знала сегодня у вас понедельник открыли магазин универмаг где покупала свои джинсы значит все таки видите продлили но на недельку только надо теперь звонить парикмахерскую знать может быть уже она начала работать хочу подстричься мне не нравится моя прическа все возвращаются домой домашняя стала прям жесть какая девочки смотрите какую вкусняшку я купила но клубничку я уже брала а чаишня взяла первый раз но вроде бы такая симпатичная говорят наша краснодарская интересно вкусно надо попробовать да сладенькая хорошая клубника уже у нас стоит 250 рублей а черешня 450 рублей девочки сижу телевизора смотрю с этот программу жених я выходные не смотрела сейчас хочется посмотреть кого же он все-таки выберет осталось две девочки и вообще этот эту программу вообще так не смотрела но несколько там раз столько посмотрела сама главная интрига она же в конце поэтому чем время там зря тратит смотреть хотя дочке мне нравится передача но они очень все это дело тяну затягивают поэтому поэтому я и не смотрела вот сижу режу оливье вообще так думаю сегодня такой день у меня на расслабончики знаете вот как то я периодически себе такое устраиваю я вот то что режу и оливье так это вот не в напряг совсем но я прям уже не дождусь когда я его уже нарежу потому что я прям уже очень хочу оливье прям хочу его хотя я сегодня поела ну как то вот я хочу оливье именно прям вот а что касается черешенки черешенка вкусненькая ну вот почему она такая дорогая я не могу понять у нас черешня но она правда дорогая была всегда но я всегда задавала вопросу почему она стоит дороже мяса вот я купила мясо ну грубо говоря мякоть свинины стоит 250 рублей 260 и 450 рублей килограмм черешни почему она такая дорогая что что За что она такая дорогая? Кто-нибудь знает, кто-нибудь ответит мне на этот вопрос? Стоит дерево, растет черешня, да? Ну, в саду там деревья эти, черешня растет. Потом ее собирают, продают. Я сама даже ездила на сбор черешни, знаю, как ее собирать, ничего сложного нету. Ну, мясо, например, говядину, ее же гораздо сложнее вырастить. И вот сравнить даже, скажем, килограмм говядины и килограмм черешни. Почему? Почему черешня так дорого стоит? Скажите мне, кто-нибудь, кто знает. А еще, девочки, скажу я вам. Пыталась я дозвониться в свой салон красоты. Думаю, ну раз уже открыли унирвак, раз уже продают в магазин там, где одежда, там посуда всякая, всячина. Ну, наверное, думаю, открыли салон красоты парикмахерский. Нет ничего подобного, никто трубку не берет. Значит, они закрыты еще. А вот тогда мне непонятно, значит, что, почему. Раз можно заходить в универмаг и там вот людям ходить, бродить. Почему бы не открыть уже парикмахерский, чтобы люди могли пойти хотя бы просто подстричься элементарно. Я уже так заросла, что я просто уже просто не могу я на свои волосы смотреть. Это же издевательство какое-то над народом, а. Когда же они откроются? Кто скажет мне? В Ростове когда откроются у нас салоны красоты? Ну, все, девочки, оливьешечку я свою сделала, пошла я кушать ее. Девочки мои хорошие, ну что, я покушала оливьешечку, я покушала фрукты, все такое вкусное, замечательное. Не стала на камеру-то кушать, чтобы вас сильно не соблазнять. Хотя уже и так соблазнила. Я хочу на этом видео свое закончить, такое коротенькое, я хочу, чтобы оно было коротеньким. И быстренько его смонтировать, потому что уже дело к вечеру. Ничего особенного не сняла в этом видео, ну, зато с вами немножечко хотя бы пообщалась. Покупочки вам показалось, сестричку показала. Ну, все, мои хорошие. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok